13 мая был обнаружен первый пациент, ковид положительный, и нам пришлось закрыть весь пятиэтажный корпус на обсервацию. В этой обсервации оказались 6 отделений. Отделение неврологии, 2 травматологии, 2 хирургии, неврология. Значит, на период начала обсервации находилось 116 наших сотрудников и 204 пациента. Часть пациентов была переведена в обсерватор гостиницы «Спутник». Расскажите, кто это и почему только 36? 36 наших сотрудников, которые психологически не смогли находиться в общем обсерваторе, плюс сотрудники, которые имели возраст старше 65 лет, плюс 3 беременные женщины. Они там живут в номераторно-местных, в двухместных, трехместных. Им доставляется питание, за ними осуществляется медицинский контроль. Также мы перевели пациентов в череповес и отправили на обсервацию по месту жительства. Значит, масочный режим, он сохраняется внутри стационара как для пациентов, так и для сотрудников. И самое главное мое пожелание, в общем-то, и наших эпидемиологов, это минимизировать контакты с другими отделениями, уменьшить перемещение внутри корпуса. И для того, чтобы вентиляция, через вентиляцию не передавалась инфекция, мы заклеили все вентиляционные отверстия, которые существовали в данном корпусе. Организовано трехразовое питание как пациентам, так и всем сотрудникам. Когда на одном отделении размещены два отделения, территориальная скучность, она, конечно, присутствует. Но у нас есть достаточно много кроватей, которые расположены на других отделениях, на вспомогательных отделениях, параклинических. Но, к сожалению, все мои увещевания и заведующие отделения, и старшие сестры, не привели к тому, чтобы наши сотрудники пошли спать на нормальной кровати. Они пожелали спать на полу, но в своем отделении. В настоящее время, для того, чтобы избежать страха инфицирования, мы доставили кровати извне, так сказать, чистые, неинфицированные. Но вот кто сможет ими воспользоваться. Вот так. А хотя в настоящий момент имеются у нас достаточно матрасов и белья, и подушек. Как на спонсорские средства, так и на свои собственные. Ну, значит, были у нас вопросы от наших волокзан, почему плохо убирается мусор, плохо стирается белье. И наши сотрудники писали в сетях об этом. Да, на самом деле, в первые несколько дней у нас были трудности по той простой причине, что стирки белья нам отказала фирма, которая в этом участвовала из-за страха инфицирования. Но за субботу и воскресенье мы нашли другую фирму. Сегодня белье уже увезли, оно стирается. С мусором тоже проблема решена. Нужно было большие емкости закупить за субботу и воскресенье, где можно было бы дезинфицировать перфорированные мешки с мусором, после чего их можно было превращать в отходы класса. То есть, обычно белья бытовой мусор также выносится и вывозится. Почему не все медики получили обещанные президентские выплаты? И получат ли они? Постановлением правительства, там определенный регламент выплат. Это сотрудники, которые работали непосредственно с больными ковидом. На момент, когда мы начинали работать, таких отделений было три. Неврология, урология и второе хирургическое отделение. Этим отделением выплачены все средства, которые им были положены. За субботу и воскресенье у нас еще два отделения выявлено пациентов ковид-положительных. Это первая хирургия и второе травматологическое отделение. Значит, в настоящий момент отправлена заявка на выплату сотрудникам. К этому списке уточняется. И заявка отправлена. Я думаю, что в ближайшие дни все выплаты будут доведены до сотрудников. Ну, я единственное хотел бы пожелать и нашим сотрудникам, и, конечно, и нашим пациентам, адекватно реагировать на то, что произошло. Я всегда на связи. Если какие-то есть неполадки внутри обсерватора, пожалуйста, напрямую можно выходить на меня. Не буквально в течение короткого времени все это будет устранено. Надо было стерео, может, мы сегодня привезли, поставили. Надо было дополнительные кровати, пожалуйста, привезли, поставили. Надо дополнительное белье, это тоже все решается. Я хочу пожелать нашим пациентам и нашим докторам, медсестрам, санитаркам терпения и персоналу, которые всю техническую часть работы этого учреждения, наши сантехники, электрики, рабочие, которые занимаются перевозкой и мусора внутри отделения. Были у нас уже поломки, условно, и стиральных машин, и дискамер. Он не очень достойно реагирует на все это, без всяких замечаний вступает в ремонт, приводит все в порядок, ликвидирует неполадки. Конечно, всем большое спасибо. И, честно говоря, что случилась эта обсервация, но это никак не прекратило наш лечебный процесс. Наши хирурги работают, оперируют, перевязывают, ставятся капельницы, консультации, обследования на томографе, на рентгенологическом оборудовании, на УЗИ. То есть лечебный процесс идет в полном объеме. И на сегодняшний день таких пациентов, которые уже требуют выписки в мирное время, подлежали бы выписке, их 83 человека.